С Верой в спорт Кроссфит, явление, которое захватило фитнес-клубы, спортивные центры. И вот уже несколько лет Киров оккупирует довольно-таки мощно. Откуда это к нам пришло? Что это за явление такое? Расскажите, пожалуйста. Сергей. Да. Начну с того, что кроссфит у нас появился в Кирове уже в 2010 году. И в октябре 2018 года у нас уже будет восьмилетие, как мы провели первые тренировки, как мы провели первые соревнования. Соответственно, все это было на очень-очень любительском уровне. Все это было в арендованном зале. Мы арендовали специально под наши тренировки зал каждую субботу и воскресенье. И, соответственно, собирались все любители кроссфита. А тогда их было немного. Это было примерно человек 30. За первые 2-3 месяца мы набрали примерно 30 поклонников данного направления. Для старта это очень неплохо, надо заметить. Да. И, соответственно, пока никаких клубов, никаких тренировок в фитнес-клубах не было по кроссфиту. На базе одного из спортивных клубов начали организовываться такие тренировки. И впервые к большим соревнованиям мы пришли где-то уже в 2013 году. И мы провели тогда первый чемпионат города Кирова по кроссфиту. Это был апрель 2013 года. Вы так улыбаетесь, потому что там была изюминка какая-то интересная. Да. Через неделю после проведения данных соревнований мне поступил звонок на телефон от представителей компании Кроссфит по России. И девушка мне сказала, что вы такие молодцы ребята в Кире, что вы провели соревнования, первые городские соревнования по кроссфиту. Но Кроссфит – это трейд-эмэрк, это торговая марка. Это бренд, который нельзя использовать. Это бренд. И использование данного бренда невозможно, в том числе в соревновательной практике. И у вас вообще в России нет такого права использовать слово «кроссфит» где-либо без согласования с данной американской компанией. Соответственно, мы извинились и сказали, что… Мы так больше не будем. Мы так больше не будем. И как же сейчас это называется? С 2013-го, 2014-го и до 2015-го года мы проводили соревнования на самоподготовленное физически человека. Как у нас еще назывались соревнования? Ну, в основном по ФП, как бы соревнования по ФП. А с 2015-го года уже, так как уже к 2015-му году получило большое развитие «Кроссфит» в России, наши московские друзья, так сказать, организовали, ну, вообще придумали название «Функциональное многоборье». И, соответственно, уже с 2015-го года мы проводим все наши турниры, соревнования уже как по функциональному многоборью. Вот. Мы плавно с вами подошли к тому, что такое «Кроссфит». Вот. Хочется разобраться. Первое, что такое «Кроссфит» – это все-таки торговая марка, это бренд. Это бренд американской компании. И, соответственно, даже сама эта американская компания, проводя какие-то мероприятия, не называют это соревнованием по «Кроссфиту». Это идут соревнования «Кроссфит Геймс» на выявление самоподготовленного физического человека. Ну, что-то наподобие «Айронмен», насколько я понимаю. Да. Там они выбирают железного человека, а здесь самоподготовленного физического человека. Да. Поясните, пожалуйста, что значит вообще «Кроссфит». Ну, «Кросс» – это пересечение, это, имею в виду транскрипция, перевод этого слова. Нет перевода. Это, как в английском языке очень часто принято, они совмещают определенные услуги разных слов. И, получается, это не основанное ни на чем слово. Ну, давайте так скажем. Понятно, что у многих компаний есть какая-то история. Ну, фактически, мы приходим ко второму пониманию «Кроссфита» – это слово «фит», в конце «фитнес». Да, фитнес, здоровье, да, донус. Соответственно, «Кроссфит» – это, если не смотреть уже как на торговую марку, то фактически во всех клубах России и всего мира появилось такое направление, как «Кроссфит» – фитнес. Ну, «Кроссфит» как фитнес. И, соответственно, вот это второе направление, оно сейчас и популярно в основном во всех клубах, где люди, применяя тот арсенал упражнений, который в «Кроссфите» применяется, тренера клубов создают определенные программы и, соответственно, тренируют пришедших клубы. А почему это стало популярным? Потому что те упражнения, которые применяются в «Кроссфите», это упражнения, которые переносят, дают подготовленность, нашу подготовленность в реальной жизни. Соответственно, человек становится более выносливым, более физически сильным, быстрым и, самое главное, что он становится более функциональным, работоспособным. Упорным, наверное, даже. Ну, это работоспособность называется. Соответственно, он увеличивает свою работоспособность. И всех людей, кто занимается «Кроссфитом», они отмечают, что они в жизни стали добиваться большего. Они стали шире смотреть на мир и на свои возможности. А почему? Потому что Грег Глассман, это американский создатель системы «Кроссфит», компании «Кроссфит», он сказал, что у нас будет тысяча упражнений. Если были системы вообще физической подготовки, которые включали 20-30 упражнений, то он сказал, что у меня будет тысяча упражнений. И на самом деле большинство из нас, мы занимаемся очень часто несколькими делами, ну, по жизни, так скажем, у нас хобби есть, там еще что-то есть. И мы их редко расширяем. Так вот, «Кроссфит» расширил возможности всех, просто он психологически снял границы из традиционного вида спорта. И, соответственно, отсюда появилась определенная проблема, что в «Кроссфит» не пошли профессиональные спортсмены, профессиональные тренера. Они сказали, это сумасшествие, это просто сумасшествие. Это нереально совмещать тысячи упражнений в одном. Нельзя развивать атлета в тысячах направлений деятельность. И, соответственно, и в «Кроссфит» пришли люди совсем другой психологии. Это очень молодой вид спорта. Там нет тренеров, которым фактически за 50, или этих людей единицы. Там люди, которые пришли, там тренера в основном в клубах, это до 30 лет. В основном тренера по «Кроссфиту» это люди до 30 лет. Посмотрите в другие виды спорта, там где тренера уже 60, если 70 лет. Заслуженные уже. Заслуженные тренера России. И, соответственно, а в «Кроссфит» пришли люди новые, совсем новые. Это люди, которые посмотрели, которых привлекло в этом виде спорта. Вот именно отсутствие границ, отсутствие определенных шор. Позвольте еще вопрос. Когда вы говорили о том, что те, кто приходят в «Кроссфит», заниматься «Кроссфитом», ставят перед собой задачи, достигают их. Это позволяет им как раз, как вы говорите, быть более работоспособными, быть более приспособленными к разному виду деятельности. Разве это не является задачей, по сути, спорта? То есть спорт учит нас ставить цели, достигать их. Никит, как вы думаете, в этом разве не схожа задача «Кроссфит» и любого другого вида спорта? Ну, безусловно, да. Спорт также помогает человеку достигать каких-то целей, преодолевать себя. Но в «Кроссфите» это более ярко выражено, каким образом, когда вы приходите и вам говорят, что сегодня вам нужно сделать, допустим, 50 бёрпи. Такое упражнение есть в «Кроссфите», достаточно популярное. Оно внешне выглядит несложно, но для человека неподготовленного 50 бёрпи – это очень сложно. Что такое бёрпи? Тогда сразу расскажите. Бёрпи – проще, конечно, показать, чем объяснить. Ну, грубо говоря, нужно лечь на пол, отжаться, встать и прыгнуть слабком. Да, то есть оно именно… Это в школе мы такое делали. Да, да. Упор, присесть, там… Упор лёжа. Да, упор лёжа. И встать. И встать, да-да-да. Соответственно, оно ещё, помимо выносливости, оно очень сильно влияет на координацию. То есть на систему нашего баланса. И человек, когда… Ну, вот мы… Сергей рассказывал сегодня, когда мы начинали, просто я сначала у Сергея занимался, я сначала сам через это проходил, потом видел людей. Вот вам говорят, комплекс, вам нужно сделать 100 подтягиваний. И у тебя сразу рука заболела, ты вспомнил, что у бабушки день рождения, нужно идти домой. То есть ты сам себе ставишь преграду, что ты не можешь это сделать, это слишком сложно, и ты не справишься с этим. Но начинаешь делать, делаешь, делаешь, делаешь. В итоге всё оказывается реально. Через несколько лет те комплексы, которые мы делали вдвоём, там, умирая, сейчас мы делаем там одни, без проблем. И каждый раз ты преодолеваешь себя, преодолеваешь вот этот страх того, что ты не справишься с поставленной задачей. И потом по жизни тебе проще, там, я не знаю, найти работу, сделать какое-то дело, потому что ты уже преодолел, сломал вот эту стену. Плюс есть ещё соревнования. Соревнования – это особый вид подготовленности атлета. То есть атлет может быть очень классным, очень много приседать, выносливым. Но прийти на соревнования и просто от страха перестать дышать и зажаться. И есть атлеты, которые не могут разогнаться. То есть они первый комплекс, допустим, проигрывают. Потом у них появляется спортивная злость, они начинают выигрывать. То есть, ну, это отдельная тема соревнований, то есть как подготовиться. Для простого человека достаточно того, что ты пришёл на тренировку, тебе сказали, сегодня делаем 50 бёрпи. Ты их сделал и ты поверил в себя. Вот, пожалуй, этим отличается кроссфит от спорта обычного тем, что он всегда ставит какие-то задачи. Плюс, учитывая, что там тысяча упражнений, ну, научился ты делать бёрпи, ну, хорошо, давай теперь там сделаем двойные прыжки на скакалке или выходы на кольцах, или научимся ходить на руках. Это же всё тоже страхи, и это всё новое, всё новое. То есть тут ещё плюс того, что человек постоянно саморазвивается, постоянно новые вещи исследует. То есть развиваются рамки его вот этого сознания, которое его ограничено. Ну, не закостиваешь, ты постоянно учишься, то есть ты постоянно, как вот говорят, полезно пойти учиться там второй раз. Да, чему-нибудь там учить какой-нибудь язык, там пойти сдать на права, то есть. А здесь ты постоянно приходишь, ты постоянно учишься, учишься, учишься. И учитывая, что упражнений очень много, то учиться, ну, можно практически бесконечно. Есть очень сложные технические упражнения из тяжёлой атлетики. Это как взятие на грудь, толчок, рывок, такие упражнения. Даже просто приседания со штангой люди учатся всю жизнь. А у нас, помимо этого, ещё есть масса упражнений, которые нужно изучить и понять. И это не только физически, но и психологическая работа. То есть нужно именно думать, что ты делаешь, слушать тренера, ну и хотеть развиваться. Поэтому вот в этом большой плюс Кроссвита, то, что человек постоянно учится новым. Вы упомянули тысячу упражнений, которые поставил себе задачу, да, создать... Ну, это условная, так скажем, да, цифра. Ну да, мы их не считали, их не прям тысяча. А сколько примерно? Ну, в соревновательной практике России, в принципе, я как-то считал, применялось порядка 85 движений. Ну, это соревновательная практика, это именно то, что уже вот в итоге должно получиться. Да, да, да. А при подготовке к этим упражнениям, наверняка, ещё там десятки, десятки других есть. Да, да, есть подготовительные, естественно, упражнения, особенно в тяжёлой атлетике, в гимнастике. Да, в любом виде спорта, даже в беге, есть подготовительные позиции и подготовительные упражнения. И мы, в принципе, подошли к тому, что такое Кроссфит. Третья, так скажем, категория, это уже именно рицательная. Вот помните, как было в 90-х ксерить? Ксерокопировать. Ну, не ксерокопировать, а ксерить, говорили. Ну, тогда говорили, да. Потому что в 90-х годах компания Ксерокс очень много продала своих копировальных машин. И, соответственно, нарицательное слово, слово ксерок стало. Да, да. Вот. То же самое сейчас произошло и с Кроссфитом. Соответственно, Кроссфит уже как именно нарицательное, именно функционального тренинга. Именно даже мы, являясь представителем Федерации функционального многоборья, мы очень часто говорим Кроссфит. Это уже как бы и проще, это короче. И просто уже привычка такая, что мы всё-таки занимаемся Кроссфитом. Функциональный многоборья – это всё-таки два слова. Длиннее мы ещё всё-таки даже где-то не привыкли к этому понятию. Проще говорить, людям объяснять, чем вы занимаетесь Кроссфитом. Ну, все понимают сразу. Ну, тоже какую-нибудь аббревиатуру придумать, такую запоминающуюся, простую. Я думаю, что со временем это всё появится. У нас как ФМ, практически как у вас. Соответственно, вот именно нарицательное. И, соответственно, сейчас, и это понятно уже людям, если 8 лет назад, что такое Кроссфит, и все делали такие большие глаза, то сейчас, наоборот, все знают, что такое Кроссфит. И менять, например, уже на функциональном многоборье нам уже сейчас последний год. Ну, хотя мы уже фактически третий год проводим соревнования. Но в Кирове это уже как бы переломилось. И все знают, что функциональный многоборье – Кроссфит. Уже как-то вот так уже равнозначно. Но для большинства людей, кто занимается в фитнес-клубах, всё-таки функциональное многоборье ещё пока не так это знакомо. Для обывателей, тех, кто только начинает свой путь в Кроссфите. Да, для них это непонятно. Наша сейчас задача, ну, как в своё время, ну, сейчас уже молодое поколение, уже школьники не знают слова «ксерить». Они не понимают, когда ты говоришь, ну, иди поксерь. Они такие, мы не знаем, что это такое. Но они не встречались с фирмой «Ксерокс», потому что сейчас другие производители более дешёвые на рынке захватили уже, так скажем, рынок копировальных аппаратов. Соответственно, наша задача сейчас… Сделать ребрендинг. Ребрендинг – это функциональное многоборье. По нему мы проводим очень… ежемесячно проводим турниры. У нас есть два больших турнира. Участники этих турниров имеют право… Ну, по крайней мере, вот сейчас, 19 мая, будет очередной турнир. Наш городской турнир, он уже пройдёт в пятый или в шестой раз. Это ежегодный, ежегодный городской турнир весенний. Победители этого турнира, девушка и мужчина, поедут представлять город Киров, Кировскую область. И, скорее всего, если у нас турнир будет межрегионального значения, то, скорее всего, и Коми, республику у нас, потому что мы проводим соревнования для республики Коми, поедут представлять эти регионы на первый чемпионат России. Первый? Да. Почему первый? Потому что… Только недавно. Официальный первый чемпионат России, потому что у нас 18 октября 2017 года наш вид спорта получил официально… попал в список официальных видов спорта. Соответственно, сейчас идет процесс аккредитации и уже проходил турнир, большой турнир, неофициальный чемпионат России, как бы зимний, проходил в январе, но нельзя было называться еще чемпионатом России, потому что не прошла определенная… Определенные процедуры еще были не завершены официальные, так скажем, в Министерстве спорта. И мы надеемся, что у нас в июле пройдет первый чемпионат России и представители города, нашего города, как девушка, так и мужчина, поедут и представят город Киров на данном первом чемпионате России по функциональному многоборью. А на самом деле у нас турниры идут, вот как я сказал, два раза в год. Победители данных турниров ездят и представляют нашу Кировскую область на турнирах российского уровня. Назовем так сказать, ну, неофициальных чемпионатах России, вот, как и зимних, так и летних. У нас есть как бы. Подскажите, то есть, получается, только два человека от Кировской области могут принимать участие в российском соревновании? Смотрите, сейчас как раз принято решение, что вот в кроссфите нет весовых категорий. Там очень много тяжелой атлетики. И атлеты, которые весят, так скажем, небольшие атлеты, вот как Никита Олегович, которые весят до 85 килограмм, они очень сильно проигрывают ребятам, которые, ну, атлетам, которые весят свыше 85 килограмм. Вот, казалось бы, да, вроде масса больше, вроде как сложнее выполнять упражнения. Такие, как вот, как вы говорили. Гимнастику сложнее, да. В гимнастике проигрывают они. В гимнастических упражнениях они проигрывают, а в тяжелой атлетике все-таки тяжелые люди, ну, все понимают, что тяжелые атлеты, максимальные веса поднимают, это тяжелые атлеты, которые за 120, за 130 килограмм. Ну, и, соответственно, разница, например, атлет весит 70 килограмм и атлет весит 90. Это просто очень большая разница, и, соответственно, Федерация функционального многоборья сейчас утвердила две весовых категории. У мужчин это, например, до 85 килограмм первая весовая категория, и вторая весовая категория свыше 85 килограмм. Пока Федерации функционального многоборья, РФ, не принято решение, сколько атлетов поедет, Но мы предполагаем, что атлет, выигравший номинацию до 85 кг и свыше 85 кг, два атлета поедут представлять каждую свою категорию. Но более того, федерация пошла дальше. Дальше компании CrossFit сейчас, на данный момент, в апреле должны быть предоставлены всем представительствам федерации в регионах. В регионы должны нам предоставить нормативы. Это новинка этого года, вообще эта новинка, это задумка именно Федерации Российской Федерации в функциональном оговоре, она единственная пока в мире, ввести определенные нормативы. Соответственно, и атлеты, которые выиграют соревнования региональные, они должны после этого соревнования пройти, сдать нормативы. Если они нормативы сдадут на первый разряд, чтобы на чемпионате России выступать, принято решение, что атлет должен выполнять нормативы первого разряда, ну, первый взрослый разряд, соответственно. И только тогда он приобретает свое право, ну, заслуживает свое право ехать на российские соревнования. Для чего это сделано? Для того, чтобы, потому что есть регионы, в которых недавно совсем началось это движение, развитие функционального многоборья, и есть атлеты, откровенно, слабые. Ну, не из-за того, что они как-то плохо тренируются, но у них низкий уровень. Соответственно, и для этого сделано, вот это будет нам предоставлено в апреле месяце, это разрядная сетка, эти нормативы, и, соответственно, атлеты, сдавшие этот норматив, они не получают первый мужской разряд. Они должны при этом еще и выиграть региональные соревнования, понятно, и тогда они получат официально третий разряд, но они, чтобы попасть на чемпионат России, они должны предварительно сдать уже на первый мужской разряд. Сложно, да? Пока да. Ну вот, это такой отсев еще будет дополнительный. По поводу отсева как раз все ясно, чтобы не смешивать, как Вы говорили, регионы пока с, скажем так, не самым лучшим уровнем развития атлетов. Понятно, что едут только те, кто достиг определенных результатов. Да, да, да. По какой-то единой системе отбора. Да, единая система отбора – это то новое, что как раз в функциональном многоборе присутствует, и это будет впервые в 2018 году, это будет как раз, это новинка вообще как бы вот этого в кроссфите. Ну, потому что это уже не кроссфит, потому что в кроссфите такого уже нет. Вот так. Пошли дальше. Да. Отлично. И, соответственно, как в официальном виде спорта, у нас будут разряды, разрядные сетки, будут мастера спорта, КМСы, будут заслуженные мастера спорта. Там, ну, это долго рассказывать, там, я просто уже предварительные таблицы градаций, кто за что и какие звания получают, так сказать, это уже есть предварительно. Соответственно, и мы предполагаем, что когда появятся первые разрядники, появятся первые кандидаты в мастера спорта, появятся первые мастера спорта, это придаст определенный дополнительный интерес к нашему виду спорта. Потому что будет видно, к чему стремиться. Да, естественно, так сказать, наши атлеты, люди, пришедшие в функциональную многоборию, будут за что бороться. Потому что многие сейчас, на данный момент, уже у нас многие атлеты занимались по много лет, там, кто-то 5 лет занимался, кто-то 4 года. Но они как бы не реализовали себя статусно. У них за 4 года не осталось, ну, кроме грамот, побед, медалей, кубков, у них не осталось определенной, там, ну, книжечки мастера спорта, например. Ну, иерархия, это тоже важно очень. Первого разрядника, да. Это многим людям очень важно. Для меня лично это может быть... Хотя это важно тоже. Вы тоже будете сдавать, да? Посмотрим. Я, к сожалению, последний год не выступающий атлет. Я в 16-м году последний раз выступал на соревнованиях. Ну, или в прошлом году, но это были наши любительские соревнования. Да, у нас в Кирове очень распространена любительская практика проведения соревнований. Вот прошлый год у нас очень сильно прошло 4 таких турнира под одним названием «Территория силы». А в этом году у нас в клубе, в котором руководитель Никита Олегович, проходят ежемесячно турниры. И все желающие могут прийти в клуб «Арена» и попробовать свои силы. Потому что соревновательная практика – это один из методов подготовки атлетов. Это на самом деле любое соревнование – это вас готовит к восприятию стрессов. Вот правильно Никита Олегович говорил, что разные. У нас есть даже такая аббревиатура – «Предсоревновательный синдром». Соответственно, когда у людей поднимается с утра температура 39, 39 ровно температура, 8 утра. Когда турнир начался, человек приходит еще на соревнования и говорит, у меня температура 39. А в 11.00 открытие турнира, мы подходим и видим, что человек не красный, не горячий. У тебя же температура, иди домой. Да нет у меня никакой температуры. Это психосоматика. То есть это первое время мы удивлялись, ну так, а потом уже просто начали с этого дико хихикать. Потому что я прям жду, вот там в субботу соревнования, в пятницу вечером у меня там 3-4 звонка от учеников. Там, у меня температура 38. Я уже такой, так, все понятно. В общем, то есть и такие истории, там, звонишь ты где, соревнования сейчас начнутся. Я еду в автобусе, типа участвовать не буду, форму с собой не взял. Как так, мы же с тобой решали. Потом выходит, приезжает с формой, оказывается. Ну то есть вот этот страх, он у людей очень разные формы приобретает. Ну самое распространенное это заболеть. Или получить травму вот перед соревнованием, то есть там за день, за два. Специально, прямо я видел, люди там начинают делать какие-нибудь там неожиданно большие веса брать. Там дергать себе плечо там или еще что-то и там, ой, все, я не могу участвовать. Вера, я добавлю к словам Никиты. Вот смотрите, практически все атлеты, которые выступают на соревнованиях по функциональному многоборью, они все прошли какую-то школу или, так скажем, в других видах спорта. Какой-то старт все равно был. Да, у нас сейчас все соревнования до того, как вообще у нас незарегистрирован вид спорта был, мы все на всех соревнованиях участвовали атлеты старше 18 лет. А до 18 все, естественно, чем-то занимались. Кто-то каратес занимался, кто-то легкой атлетикой, кто-то тяжелой атлетикой занимался. И вроде бы у всех есть практика соревновательная, но когда ты идешь на соревнования по функциональному многоборью, тут что-то меняется. Потому что, например, у лыжников есть дистанция, все знают, что 5, 10, 15, 30 километров. Она как-то не меняется. Они перед этим прокатят лыжню, посмотрят, что здесь поворот, здесь поворот. И мандраж есть все равно у каждого атлета, у каждого спортсмена в любом виде спорта. Но я отмечаю, что в функциональном многоборье этот мандраж увеличивается на порядок почему-то. Потому что... Пропорциональное количество упражнений, наверное, да? Да, наверное. А у нас меньше трех соревновательных заданий в день не бывает. Три соревновательных задания, в среднем они длятся примерно 10-12 минут, каждое соревновательное задание. И оно психологически... Знаете, если, например, атлет-лыжник, он может повторить трассу, пробежать 15 километров... Ну, это цикличность. Да. Соответственно, то у нас повторить задание, все три задания, одно за другим, в принципе, атлеты не могут... Без шанса на ошибку нет. Да. Скажем так. И плюс у нас принята такая практика, что соревновательные задания, как правило, выкладываются за неделю. Понимаете, да? Есть недели, но погодов. Чем отличается от двух видов... От традиционных видов спорта и вот наше функциональное многоборье. Если многоборцы, например, ну, айронмен, вы говорили, они знают, что им нужно там 40 километров пробежать, 2 километра проплыть и сколько там, 50 или 80 километров... Или 100 километров на велосипеде, так сказать. Они знают, они знают, они рассчитывают, они каждый там километр, они знают, где они примут свое питание, там еще что-то. То здесь они к этой дистанции, к этому готовятся там в течение года. Они знают, что они выйдут вот именно на этот старт, и они готовятся, ну, там полгода примерно. Ну, подождите, там уже есть свои сложности, что они стартуют все одновременно, и есть принцип соревновательности прямой. А здесь вопрос в том, что... Соревнования самим собой? Нет, здесь за неделю они не знают, что будет на турнире. И, в принципе, те атлеты, которые выступают на наших соревнованиях уже не первый год, они очень спокойно относятся. Они говорят, давайте вы будете выставлять задания соревновательные в день соревнований. Даже так проще, вот те атлеты, которые выступают 2-3 года... Но вместе тем все эти упражнения, о которых вы говорите, они уже проходили в цикле своей подготовки? А бывают и новые упражнения. Это бывает, но тут еще момент такой. Да, ты, допустим, делал становую тягу, да, ты там делал там рвок, там подтягивался, но каждый комплекс, он индивидуален, абсолютно каждый. То есть, если тебе поставили там 10 подтягиваний, 10 становых тяг, там и, допустим, я не знаю, там 15 приседаний, это одно. Если там уже 20 подтягиваний, 20 становых тяг, это уже совершенно другое. Плюс становая тяга может быть там 60 килограмм, а может быть 80, а может быть 100. А ты, может быть, поднимаешь там максимум 100 килограмм. Соответственно, все комплексы на каждом турнире, они всегда заходят по-разному, всегда по-разному воспринимаются. И поэтому, да, вот в атлетах, правильно Сергей Петрович заметил, кто постоянно выступает, я вот у себя это заметил, воспитывается такой здоровый, если можно так сказать, пофигизм. То есть, ты уже идешь на соревнования спокойно, и тебе нет разницы, что там будет. То есть, я многократно приходил на соревнования, которые я не знал, что там будет. Я добавлю, интерес появляется. Да, и тебе даже интересно, типа, да, клево, ты придешь. Сюрприз. Да, и все-таки, а как ты, ты же не знаешь, там, что там будет, к чему ты готов? Я говорю, ну, мне без разницы, я к всему готов зарубиться. Что бы ни сделали, я буду делать, и я же этим занимаюсь, мне уже от этого удовольствие я получаю. Вот. А соревнования, да, это есть всегда определенный страх, что даже не то, что ты проиграешь, не то, что прочее. Просто справишься ли ты вообще, вот, преодолеть себя. То есть, в какой-то момент на каких-то комплексах бывает настолько тяжело, что ты вот хочется просто лечь или там плюнуть и уйти вообще куда-то там. И это бывает не раз. Поэтому каждый раз это преодоление себя, преодоление того, чтобы ты не ленился, чтобы выложился на полную, потому что, ну, это все-таки соревнования. Вот. И поэтому тяжело выступать на самом деле. То есть, когда ты знаешь, вот даже в кроссфите, допустим, если ты комплекс прошел 2-3 раза, у тебя уже просто произошла адаптация к тому, что ты подтягиваешься определенное количество раз, поднимаешь определенный вес, работаешь определенное количество времени, допустим, 10 минут. То есть, организм просто уже привык к этому, даже 3 раза, если ты прошел комплекс. Соответственно, если, допустим, полгода доубить этот комплекс, ну, результаты вырастут во много раз. И поэтому вот сейчас, допустим, проходят, точнее, уже закончились практически соревнования CrossFit Open. Они проходят по всему миру, принимать участие может любой человек. Это проходит онлайн. То есть, на сайте CrossFit Open выкладывается задание, выкладываются стандарты, как нужно снять, что нужно сделать. Вот у нас в клубе тренер Никита Кондратьев, он выполнял, мы зарегистрировались, я его снимал, мы вместе с ним делали. И, соответственно, никто не знает, что будет вообще. Вот четверг, четверг, выкладывается, выкладывается комплекс, все одновременно узнают. У тебя до следующего четверга есть время сдать, условно говоря. Очень не хочется прерывать наших уважаемых гостей, но, к сожалению, время программы уже подошло к концу. Давайте еще несколько слов буквально о 19 мая. 19 мая, суббота. Суббота, 19 мая, соревнования. В помещении по адресу Калинина, 38, ждем всех желающих вообще окунуться в мир функционального многоборья, зрителей ждем. А участвовать кто может? Участвовать могут, будет категория у нас с 18 до 35 лет, атлеты, и если у нас будут заявки, то у нас будет еще категория 35 и старше. А зрители из какого возраста пускаете? Естественно, мужчины и женщины. Мужчины и женщины. Ну, зрители пускаем всех возрастов, естественно, детей с родителями. Соответственно, ждем кировчан в арене функционал 19 мая, начало соревнования 11.00. Информацию где можно найти? Группа ВКонтакте есть. Есть группа ВКонтакте Кроссфит Киров, есть информация в группе турнира. У нас в основном ВКонтакте это основная площадка, основная интернет-площадка, на которой идет анонсирование всех мероприятий. Ну и непосредственно в группе Арена Функционал Киров тоже будет анонс, вся информация будет укладываться, то есть туда можно прийти и посмотреть, когда будет, что будет. Ну что, на этом тогда мы вынуждены закончить нашу программу о Кроссфит и о функциональном многоборье. Сегодня в гостях у нас были региональный представитель Федерации функционального многоборья в Кирове Сергей Лавков и главный тренер-уговодитель клуба Арена Никита Никитин. Спасибо большое, уважаемые гости. Спасибо, Вера. Ждем вас с новыми сообщениями, результатами по многоборью. Всего доброго. Ждем побед кировских атлетов 19 мая. И в июле на всероссийских соревнованиях. Да, и в июле. Ну, победить нашим кировским атлетам еще я знаю, что они не победят. Ну что ж, вот так прям. А вдруг? Вдруг? В спорте не бывает. В спорте чудес не бывает, потому что спорт – это очень постепенный рост. Я желаю всем, занимающимся кроссфитом и функциональным многоборьем, этого постепенного роста. Желаю здоровья. Желаю, чтобы все поклонники функционального многоборья были бодрые, здоровые. И жду еще раз всех 19 мая. Жду на встрече. Кстати, у нас турнир в эту субботу, да? Да. Можно, если у кого-то прям появилось горячее желание, то вот ежемесячный турнир, о котором говорил Сергей Петрович, в эту субботу будет проходить. 31 мая. Старт у нас в 4 вечера, то есть можно прийти посмотреть. Там, конечно, масштаб поменьше, накал страстей тоже поменьше, но в целом представить, что это такое. Оно такое в формате тренировки проходит. Это у вас же варенье, да? Да, варенье, конечно. Соответственно, если у кого-то есть желание, можно просто прийти поучаствовать, потому что там подбор упражнений немножко попроще, снижен. Ну и всегда можно там что-то кому-то облегчить, если он вдруг не может. У нас такое бывало. То есть у нас там было, что атлеты пришли, их было немного, они там не прыгали двойные прыжки, мы им заменили на одинарные. Конечно, в масштабных соревнованиях такого нет. То есть там есть стандарт, все мы его выполняем. Хотя у нас был случай, когда девушки должны были прыгать на 75, сантиметров, и они все-таки надавили на жалость и заставили нас поставить на 70 сантиметров. Было такое? Было такое. Ну что, спасибо за внимание. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что наша встреча – это очередная встреча. Это первая среди многих и многих встреч. Ждем приглашений. А мы ждем вас в гости. Доложим вам после 19 мая о результатах. Может быть, даже встретимся как раз после июля, после первого чемпионата России, и доложим о тех результатах. Каких результатов добились наши атлеты, наши победители нашего турнира. Соответственно, будет о чем поговорить. Всего доброго. До свидания. До свидания.